Радиозвезда Область знаний Лекция на Радиозвезда Звезда по имени Солнце Рассказывает астрофизик профессор Ран Сергей Попов Иногда интересно задавать людям, особенно детям, вопросы с подвохом И один из таких вопросов – это какая самая яркая звезда на небе Особенно с детьми, если это попробовать Кто-нибудь один, кто думает, что он очень умный, он сразу тянет руку и говорит Вот я знаю, я знаю, это Сириус После этого вы оглядываете аудиторию и ждете кого-то не просто эрудированного, а более сообразительного И часто такой ребенок находится, он говорит, что самая яркая звезда на небе – это Солнце И это, конечно, правда Просто в нашем представлении Солнце выпадает из класса звезд Исторически у нас были неподвижные звезды на небе И Солнце – совершенно отдельный объект, совершенно доминирующий над всем остальным Затревающий своим светом, заливающий своим светом все остальные объекты Но Солнце – это звезда Звезда вообще – это газовый шар, в недрах которого идут термоядерные реакции И наше Солнце тут типичный представитель Более того, Солнце интересно для большой астрофизики, на этой части физики Не само по себе, не как Солнце А как представитель класса звезд, которого мы можем изучить в отдельных подробных деталях И этим он нам интересен Точно так же, как вы можете найти череп какого-нибудь очень древнего предка-человека Который жил там несколько миллионов лет назад И не то, чтобы нам этот человек очень интересен И он совсем не Йорик, мы ничего про него не помним Но это единственный череп того типа людей, предков, людей, которые мы вообще можем изучить И это здорово, мы его будем изучать Хотя сам, может быть, человек был очень плохой И никто его не любил в племени И совершенно не достоин он войти в историю Но вошёл, потому что мы вот только его черепы нашли Солнце именно такой объект Солнце достаточно заурядная звезда И это хорошо Потому что изучать класс объектов лучше всего, конечно, на каких-то заурядных примерах Потому что так вы получаете некие усреднённые данные Итак, Солнце состоит в основном из водорода и гелия Водород и гелий составляют больше 98% по массе от Солнца Всё остальное – это вроде бы жалкие добавки Но Солнце – очень большой объект Очень массивный объект Солнца в 330 тысяч раз тяжелее Земли И поэтому даже малое количество какого-нибудь углерода или железа на Солнце Всё равно больше, чем есть углерода и железа на Земле Просто там всё это довольно хорошо перемешано с этим водородом и гелием И поэтому мы говорим, что это такой водородно-гелевый шар В Солнце идут термоядерные реакции Это реакции превращения водорода в гелий Реакции идут не сразу Мы не можем взять 4 протона То есть 4 ядра водорода И разом превратить их в ядро гелия Есть несколько цепочек реакций И за последние примерно полвека Мы научились, по сути, эти цепочки наблюдать Для существования Солнца важно, что в этих реакциях выделяется энергия И поэтому Солнце светит, Солнце сопротивляется гравитации, которая стремится его сжать Но кроме энергии в виде фотонов или в виде кинетической энергии частиц Испускается энергия в виде нейтрина И нейтрина – очень интересные частицы Они очень плохо взаимодействуют с веществом И это, с одной стороны, создаёт сложности в их изучении Их трудно поймать И только в самом конце 60-х, начале 70-х годов Научились ловить нейтрина от Солнца Это первый астрономический объект, от которого вообще удалось поймать эти частицы Но, с другой стороны, поскольку они плохо взаимодействуют с веществом Эти частицы могут выбираться непосредственно из областей Которые совершенно недоступны для других методов исследования В частности, из недр звёзд, из недр Солнца Термоэдерные реакции идут не во всём Солнце А вообще говоря, в небольшой части в серединке По радиусу это выглядит так ещё впечатляюще Примерно одна четверть радиуса Солнца Это радиус ядра, в котором идут реакции Но если вы посчитаете объём Объём пропорционален кубу радиуса То получится там меньше 2% объёма Солнца Охвачен термоэдерными реакциями Область знаний Ну вот нейтрино оттуда выбираются непосредственно И мы их можем регистрировать на Земле Нейтрино рождаются в разных реакциях Вот в этой сложной цепочке превращения водорода в гелий И на сегодняшний день мы научились ловить нейтрино От всех реакций, где они вообще там рождаются И это очень здорово То есть темп термоэдерных реакций в недрах Солнца Мы можем измерять непосредственно Ну с задержкой 8 минут, примерно столько, чуть больше 8 минут Нейтрино летят из центра Солнца до детекторов на Земле Итак, энергия выделилась в центре И дальше её нужно передавать на поверхность То есть мы видим излучение внешних частей Солнца Энергию можно передавать, как мы знаем из курса физики, тремя способами Первый – это теплопроводность Но Солнце – это газовый шар Газ – очень плохой проводник тепла Поэтому про теплопроводность мы забыли Остаётся два способа – это излучение и конвекция И то, и другое мы в быту используем Если у вас в уголке работает нагреватель То, соответственно, он нагревает воздух вокруг себя А потом конвекция до вас донесёт этот тёплый воздух Здорово Но вы можете поставить просто такую инфракрасную лампу Которая будет греть вас прямо своими лучами Ну или если вы сидите перед камином То излучение тепловое вас греет непосредственно И без конвекции оно бы грело Соответственно, в Солнце работает и то, и другое Но в разных частях Вначале энергия от ядра передаётся с помощью излучения А ближе к поверхности энергия начинает переноситься Конвекция Это очень интересно Так происходит не во всех звёздах В массивных звёздах нет этой внешней конвективной зоны Почему это интересно? Потому что существование этой конвективной зоны Приводит к тому, что под поверхностью Солнца всё бурлит И вот это бурление приводит к разным проявлениям солнечной активности То, что на Солнце вообще что-то такое интересное происходит Люди как следует смогли наблюдать с появлением телескопа То есть с начала XVII века Тогда люди начали наблюдать пятна на Солнце Что это такое, было совершенно непонятно Появляются какие-то тёмные области неправильной формы на Солнце Появляются и исчезают через несколько дней Иногда через несколько десятков дней Стало ясно, что Солнце вращается Иначе просто глядя на Солнце глазом Вы не сможете заметить вращение Потому что нет никаких смещающихся деталей Выяснилось много других интересных особенностей Солнце вращается с разной скоростью в разных частях диска Если вы поймёте, что Солнце – это газовый шар Это вполне естественно Но выглядит красиво Если вы из солнечных пятен напишите слово какое-нибудь на Солнце То оно довольно быстро расплывётся Потому что разные части этого шарика вращаются с разной скоростью Но, повторюсь, было совершенно непонятно, что собой представляют эти пятна Теперь мы знаем, что это области с более низкой температурой Поэтому они выглядят тёмными Температура ниже, ну, вроде бы совсем чуть-чуть Температура диска Солнца примерно 6000 градусов А температура пятен где-нибудь на 1500 поменьше Но на фоне яркого диска они действительно выглядят как тёмные области Интересным оказалось то, что появление этих пятен связано именно с солнечной активностью То есть, когда пятен много, то есть, казалось бы, появляются тёмные области Тем не менее, это соответствует активности Солнца Активность Солнца связана с перемешиванием вещества в конвективной зоне Сами пятна появляются из-за наличия сильного магнитного поля Которое конвекции препятствует Но магнитное поле нам интересно вот почему Магнитное поле создаётся электрическими токами Соответственно, если в какой-то области есть сильные магнитные поля То там текут сильные токи И вот с токами нам уже понятно Это источник энергии Причём иногда такой очень мощной энергии Если вам по какой-то причине надо вдруг выделить много энергии Вы находитесь в комнате, у вас ничего нет Больше всего энергии вы выделите за счёт короткого замыкания, например Вы можете наблюдать короткое замыкание, происходящее во внешних частях Солнца Солнечные вспышки, известное явление, связано именно с тем, что выделяется энергия этих токов Но чаще говорят энергия магнитного поля На самом деле это по сути одно и то же Вспышки, как правило, происходят в области пятен Потому что именно там сосредоточены сильные магнитные поля И вспышки – это уже понятное проявление активности Вспышки – это интересно И более того, вспышки на Солнце, по всей видимости, это такая самая реалистичная астрономическая страшилка из известных То есть, конечно, на Землю периодически падают метеориты Но происходит это достаточно редко Люди, вообще говоря, заселили не такую уж большую часть Земли По большей части Земля – это океаны, Антарктида, пустыни какие-нибудь Горы, и люди там не живут Вероятность того, что метеорит упадёт в населённый район, достаточно маленькая Чем крупнее метеорит, тем реже они падают Поэтому вероятность того, что что-то крупное упадёт И произойдёт нечто существенно большее, чем в Челябинске, например Совсем маленькая И за такой исторический период жизни человечества, за несколько тысяч лет В общем-то, и нет никаких данных о том, что какая-то такая серьёзная катастрофа была вызвана падением небесного тела На большем масштабе времени, по всей видимости, падали действительно крупные астероиды Крупным астероидам всё равно, куда падать Тем не менее, это происходит крайне редко А вот вспышки на Солнце происходят часто И хотя на людей, по всей видимости, существующие вспышки практически не влияют Или совсем не влияют Но, например, они сильно влияют на аппаратуру Они влияют на аппаратуру на спутниках Особенно, если они летают за пределами земного магнитного поля А когда-то, пока люди не знали, что нужно заранее к этому готовиться Мощные магнитные бури, вызываемые вспышками на Солнце Приводили к существенным сбоям в системах электропередач, в телеграфных линиях Вообще во всех длинных проводах То есть оказывается, что все длинные проводники, включая, например, трубопроводы Нужно специально адаптировать так, чтобы вспышки на Солнце в конце концов Не приводили к появлению сильных токов в этих самых проводниках Так вот, к тем вспышкам, которые сейчас происходят на Солнце Мы более-менее готовы Возникает интересный вопрос А могут ли происходить более мощные вспышки? Короткий ответ точно мы не знаем Дальнейшее рассуждение состоит из такой хорошей части и нехорошей части Начнём с нехорошей части В Солнце у нас есть в количестве один экземпляр Но есть огромное количество звёзд, похожих на Солнце И современные астрономические методы позволяют их довольно хорошо изучать И мы видим очень мощные вспышки, скажем, в тысячу раз мощнее, чем те, что мы наблюдаем на Солнце Происходящие на этих звёздах К вспышке в тысячу раз мощнее, чем самые мощные из солнечных Мы совершенно не готовы И это будет очень плохо, повторюсь, в первую очередь, конечно, для технических устройств Какие-нибудь, не то что первобытные люди, а люди тысячу лет назад могли не заметить такую вспышку Даже если она на Солнце происходила Но хорошая новость состоит в том, что вспышка не может произойти просто так Мы уже сказали, что вспышки связаны с пятнами, пятна связаны с магнитными полями Соответственно, нужно набрать много энергии в это магнитное поле для того, чтобы произошла мощная вспышка Быстро это сделать нельзя Чтобы сделать очень мощную вспышку, нужно копить энергию десятки лет А Солнце, современное, по крайней мере, Солнце, это делать просто не умеет У Солнца есть 11-летний цикл активности И поэтому Солнце может копить энергию всего несколько лет То есть даже не в течение всего цикла, естественно Поэтому, по всей видимости, современное Солнце не может дать такую мощную вспышку Если когда-то Солнце и даст вспышку, мы узнаем об этом сильно заранее Мы увидим сбои в солнечном цикле Мы увидим, что оно долго остаётся в активном состоянии Мы увидим, что многие годы растёт большая группа пятен И тогда это предсказание того, что на масштабе нескольких лет произойдёт мощная солнечная вспышка Исследования других звёзд показывают, что действительно примерно так всё и происходит Действительно, в тех случаях, которые мы можем тщательно изучить Вспышки большой мощности связаны с появлением очень мощной группы пятен на этих самых звёздах Однако Солнце, конечно, для нас в первую очередь не источник какой-то угрозы А вообще говоря, источник жизни Поскольку более или менее все источники энергии Уж по крайней мере совсем естественные в природе существующие источники энергии Связаны с тем, что на Землю падает поток солнечного излучения То есть ветер дует, потому что светит Солнце Травка зеленеет, потому что светит Солнце Вода течёт, потому что светит Солнце В этом смысле жизнь, скажем, на планете одинокой Совершенно блуждающий в пространстве между звёзд По всей видимости невозможно Ну, по крайней мере, сколь-нибудь развитая жизнь Так что хорошо, что у нас Солнце есть Другое дело, что нужно находиться на правильном расстоянии от звезды Если окажетесь слишком близко, температура будет очень высокой Обычно говорят, что вскипят океаны и не будет жидкой воды На самом деле проблемы начнутся ещё раньше Не нужно доводить океаны до температуры кипения Отойдёте подальше, всё замёрзнет И опять-таки в отсутствии жидкой воды на поверхности Жизнь, по крайней мере, процветать не может Так что хорошо, что наша Земля находится вот именно здесь И неудивительно, что она находится именно здесь Если бы она была в два раза ближе Или в три раза дальше от Солнца Жизнь просто не могла бы на Земле появиться А что у нас будет в будущем? Как будет меняться наше Солнце? И о чём нам думать? Обычно детей успокаивают тем, что Солнце, которому почти 5 миллиардов лет Проживёт ещё больше 6 миллиардов лет После этого раздуется в красный гигант Красный гигант потом превратится в белый карлик Но вот у нас есть 6 миллиардов лет впереди Можно особенно ни о чём не думать У нас хорошая спокойная звезда Но на самом деле детей зря успокаивают Да, Солнце очень спокойная звезда Да, но 5 миллиардов лет уже почти спокойно светит И ещё 5 миллиардов лет будет спокойно светить Но оно становится чуть-чуть более мощным источником Это совершенно незаметно на масштабах лет, веков, тысячелетий Но это заметно на масштабе десятков миллионов лет Действительно, на Земле вот на таком масштабе времени Десятки, сотни миллионов лет Становится немножко жарче Из-за того, что Солнце светит больше И всего лишь через миллиард лет Только за счёт увеличения мощности солнечного излучения На Земле совершенно точно начнутся климатические изменения Которые жизнь в современном виде сделают совершенно невозможной Так что если у вас были какие-то планы На второй миллиард лет, начиная от настоящего момента То, возможно, вам нужно их как-то пересмотреть Но, тем не менее, пока Солнце продолжает оставаться спокойным объектом Который своим светом обогревает Землю И жизнь на Земле продолжает существовать Благодаря свету нашей ближайшей звезды Область знаний Лекция на Радио Звезда Радио Звезда